Перед покраской проверьте поверхность, она должна быть сухой, чистой и ровной Старую краску нужно зачистить и прогрунтовать Неровности и дефекты требуется зашпаклевать Для грунтования рекомендуется использовать наш грунт Его также можно заколеровать в цвет краски Перед применением краску требуется тщательно перемешать Для первого слоя краску рекомендуется разбавить на 5-10% Грунт не разбавляется Второй слой наносится без разбавления Чтобы удалить пыль с поверхности, нужно использовать влажную тряпку, кисточку, либо промышленный пылесос При работе алкидными красками поверхность нужно обезжирить При работе краской на водной основе нужно исключить сквозняки, повысить влажность и отключить отопление Выбранную площадь нужно красить в быстром темпе Краску нельзя наносить на влажную поверхность Радиатор нужно красить при отключенном отоплении Температура воздуха при покраске должна быть не менее 5 градусов Второй слой водной краски наносится через 4 часа, а алкидный через сутки Для нанесения краски применяют кисть, валик или распилитель Для распыления краски на водной основе нужно разбавить на 8-10% чистой водой Для распыления алкидную краску нужно разбавить на 8-10% уайтспиритом Наша краска имеет отличную укрывистость, как вы видите, все дефекты исчезли Советуем защитить поверхность перед строительными работами и передвижением мебели Поверхность окрашена матовой водомульсионной краской Протирается влажной тряпкой без сильного нажатия Влажная уборка не требуется Для водных красок запрещено использование щелочных средств, а также абразив Поверхность окрашена водомульсионной и влагостойкой краской, протирается мягкой тканью Для влажной уборки использовать мягкие растворы, например, мыльный раствор Стены, которые окрашены водостойкой краской, можно мыть через 7 суток после покраски Продолжение следует...